Добрый день, друзья! Вы смотрите канал The Quiz. С вами Максим и Зина. Мы сейчас в магазине Walmart и посмотрим на коллекцию детских вещей на зиму, что сейчас происходит с ценами в Америке. Лиза нам будет помогать. Мы сейчас быстренько посмотрим те вещи, которые с нашей точки зрения практичны. Зимние штаны и куртки. Для мальчиков и для девочек. То есть именно детской одежды посмотрим какие цены. Я не войдем в магазин и мы купим много всего. Купим много всего. Начнем с курточек. Ну показывай, что там с ценами у нас. Здесь в принципе разница. Ценовой вариант. Средним куртка стоит. Вот у меня ребенка сейчас куртка. Ну показывай, что. Такая куртка в среднем стоит у нас. Где ценник-то? Показывай ценник. 19 долларов. 19, да? Да. Да, 19,62. 19,62, да. Стоит средняя цена куртки. Ну ко мне вот это нравится, со вставочками. 15,7,7 смотри. Ну она мне кажется легкая. Я говорю про осенние куртки. Это такой осенний вариант. Что они что-то такие. Не дороже куртки по 30 долларов. Это самый нормальный вариант 19 долларов. Ну это одноразовые куртки как бы, да? Или не одноразовые? На сезон, да. Куртки на сезон. Женя, только у Женика по зеленой, потому что он не захотел прошлый раз, когда хочу синее. Ну хорошо. Красиво зеленое. А это все в одну цену все, да? Да. А это сколько? Это дороже куртку, что это... У нас сейчас, скажи, такая основная политика ее. 37,94. 37,94. Да, она тут двойная. А расстегни покажи. Сейчас покажу. Раз. Два. Да. О, так она с такой утепленочкой-то, да? Да, она с кофтой внутри утепленой. Я смотрю, нет, материал такой специальный. Как, я не знаю, как он сейчас называется. Такие кофты для детей шьют. Да, но она должна быть очень теплая. С капюшончиком, да она? Да, с капюшоном, конечно. Да, и капюшончик присутствует, да. Ну и вот еще вот это вот, да. И вот эта, это тоже куртка. Посмотрим сейчас. Она тоже утепленая, для детишек тоже. Эта для детей у нас какая цена... 37,94. Да. На ребенку куртку. Учитывая, что дети растут быстро. Я бы не стала покупать такую дорогую. Дорогую куртку покупать смысла нет. Потому что все равно это... Полезут в лужи, полезут куда угодно. Какой смысл покупать куртку в дорогом ценовом диапазоне, если все равно она буквально на один сезон. Для меня за диапазон 20 долларов. Ну это на сезон, да. Какой ребенок у меня, я бы купила вон на... А штанишки 19,62, да? Все так стоят, все так стоят. Все, да? Да. И для мальчиков, и для девочек. Так, Лиза купила такие розовые, а вот эти у меня розовые. Ну, это 19 долларов. Липучки, потому что можно было делать и было. То есть, вариант похожий для девочки есть. Ну, это в детстве женский одел, потом пойдем для девочек, да? Таким вариант для девочки из розового цвета. Давай еще пройдемся здесь, посмотрим на костюмчики. Женьку возьму с собой. Женьку я поснимаю. Такие спортивные штанишки 16,88. Здесь у нас распродажа, клиренс. Это у нас, как бы, со скидками, да, по 5 долларов. А это же даже по 3. Вот. Это 16,98. Спортивные такие вот. 7,62. Здесь регулярно цена 9,94. футболки привет да красочки распродают но конечно не для зимы по цене приблизительно 1687 даже с митимаусами с какими-то вот штуками дрюками да все по одной цене 596 398 такие цены 1577 но это больше осенний вариант конечно хотя в америке зима очень мягкая так что здесь он такие вещи сейчас покупают ну показывать шапки это комплект закуда шапочка еще с шарфиком 10 долларов по star wars есть даже круто джинсы рэнглер за такую без рукавочку 13 долларов да на вот такая рубашечка 11 так джинсики что у нас с джинсами цены здесь 1394 помна сюда на все 1394 любые джинсы любых окрасов и камуфляж и бежевые и вот такие у них смотри унитарно цена на джинсы а вот здесь дешевле это не рэнглер видимо это 792 но 8 долларов да это же другой видимо бренд по 12 ну 13 долларов джинсики 1698 а а это вообще по 10 баксов тоже 12 долларов 4 бакса маечки да ну такой чисто дежурный выбор без излишеств чисто прийти что-то купить похватное чтобы вот ребенок каждый день ходил и потом не жалко было выбросить я не удержался купился для работы куртку и они обзор уже делал за 60 долларов волс утепленка такая чисто с машины повозиться вот сейчас немножко погода испортилась на несколько дней решил себя немножко порадовать рабочей курточкой выбрал этот комплект с йодой да йода будешь с йодой смотреть все придем вечером будем смотреть звездные войны немножко поснимаем 5 долларов такие с длинным рукавом маечке это у нас с разными этикетками под 7 жена где-то нашла распродажу 4 доллара ну 4 бакса до ведемся на американские минус 2 цента а это 6 долларов до 15 долларов штанишки еще 15 долларов штанишки еще такие тут футболочки всякие разные о марвеловские тоже 8 бакс тут разный рисунок на самом деле все что в трендах все они и делают вот тут что такое японское вроде бы анимешные да на чё это да да о костюмчики 20 бакса костюм маленького джентльмена даже галстук прилагается но это видимо для тех кто в какие-то ходят в школы где обязательно дресс-код даже вон пиджаке есть о такой приличный костюм нашего конечно разбойника в такой костюм не оденешь ибо если отпустить влезет сразу в лужу да для него еще такой костюмчик рановато но прикольно 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 да ну и тут что такое отдельно особняком стоит распродаж а нет новогодняя тема до азов прикольно для тех кто любит лапшу сколько она стоит интересно 6 долларов да это скажем так для родителей гиг гигов которые покупают для детей в майте которые сами еще не могут оценить чувство юмора шутку юмора скажем так вот а я думаю что кто-то из моих зрителей вот этот место понял посыл кто угадал напишите в комментариях к чему здесь идет отсылка тут сразу несколько отсылок идет случайно зашел в отдел обуви посмотреть и вот смотрю сейчас под дешевыми брендами стали шить копии то что дорогие бренды продают а это 20 долларов стоит я просто аналогичные вещи видео в другом магазине за кроссом смысл карнавал шуз и там были вот такие же аналогичные ботинки которые стали победить долларов по 60 на распродаже регулярно цена была за 100 долларов но с такими интересными вставками и как бы это кожа 30 долларов ну конечно это не на зиму в ассортименте она присутствует прикольно что меряете гламурненькие ну ладно пусть поход в гламурненьких у нас к рабочей обуви 43 доллара вот такие вот лягушки прикольные утепленные практически обувь на самом деле на лягушке подсел еще когда в москве жил очень классно будет для зимы если много на улице приходится вот месить всякую жидкую смесь грязи и снега да прикольно лучше да и цены а это что дешевле будет 33 доллара 30 баксов страна сапожек для девочек здесь здесь зимняя обувь летняя обувь и осенью представлено для детей сапожки это поздней осени тапочки это будет для мальчиков в среднем цена 30 долларов да прикольные всякие разные аж вот такие гламурные сланцы гламурные сланцы не но есть вот такие вот варианты с тапочками да вот такие гламурные сланцы да прикольно собачки по 10 долларов до детская детская обувь передать девочек сапожки сейчас микрос наносим такие похожие в школу да это поздняя осень то что мы сейчас купили сапожки да у нас кузырьки есть разные тоже на выбор красивые свеки маусом просто блестящие какие-нибудь черные и белые это у нас любимая тема кроссовки потому что здесь в Америке кроссовки это все Да, кроссовки это все реально. Да, это же предмет специально, где только дети носят кроссовки, ПИ называется. Кроссовки огромные, гляньте все кроссовок здесь. Покупай не хочу. Ну и цены достаточно демократичные. 10 долларов, 16 долларов, 11 долларов, любая сумма. Да, ну это не найк, не рибок. И снова у нас кроссовки дома, которые стоят. Ну да, они самые. Вот джо-джо. Да. Это для мальчика, потому что для мальчика можно по стране цвета. Ну а это совсем для маленьких. Для маленьких, да, для малышей сапожки. Это здесь не такой большой выбор, что для магазина. Вот, это только для мальчиков. Есть как бы меньше цветов, чем и девочек. Именно всяких героев. Полер и бакар. Ну это маленькие размеры совсем какие-то. Совсем маленький размер. Да. Давай совсем рядочек посмотрим. Да, это бакашка. Ну да, и цены побольше. 40 баксов. Это размеры тысячи штуки за 7 лет. А я делаю 12 лет. Подростковые, что ли, да? 13 лет, да. 13-13 лет. Подростковые. Умыш классный. Смотри, если такие будут было бы в детстве, я бы не знаю, что она была бы. С ума бы ты сошла. Ну да, ну какая красивая. Не, я думаю, что тебя бы с меня просто сняли. Сколько бы? В туалете? Да, я думаю, прямо на уроке бы с тебя бы сняли. Такие вот. Реально? Классные боты. А були бы прямо на уроке. Так много все выбираем. Покупай, что хочешь, любой цвет. Любые туфли. И такой цвет, и такой. Смотри, какие красивые, синие. Слушай, какой гламур пошел вообще безумный. Это сейчас модно. Что, такое модно сейчас? Сейчас все ходят, все ходят, все ходят по-русски, ходят в школу такие обуви. Капец. Такая уфа у Софьи такая же. Я понял, слушай. Ну ладно, теперь буду знать, как люди с ума сходят. Какое такое? Потому что она, честно, ходит в школу, где с ума сходят. Сапоги коллекции «Прокати наш Петруша на тракторе», до околицы, до ворот. Вот лаковые резиновые сапоги за 23 доллара. Прикольно. Ну, кстати, американцы покупают это. Может, фермеры, допустим. Да ладно, я тут видел одну барышню американскую, которая в подобном фэшене в бутик заходила. Ага, вот в таких сапожках лаковых, да. Это у нас здесь тоже красные кроссовки приставлены. Это называется, правильно, сникерсы. Сникерсы? Да. Их можно есть? Не, это сникерсы, по-моему, есть сникерсы. Я понял, пусть будут сникерсы. Да, здесь как тапочки, кносит без носов. Слушай, по-моему, мне кажется, это уже обувь для взрослых. Да, это для взрослых. Это мы уже проскочили ряд. Обувь для подростков. Ну, это не для зимы, не для осени за 3 доллара. Это для маленьких. Видишь, что распродажа, это больше совсем для маленьких. По 3, по 5 долларов. Ну, кстати, взрослые кроссовки. Зин, ты меня завела в отдел взрослых обуви, смотри. Я говорю, с правой стороны находишь сколько? Я вот думаю, может мне для гаража купить, чтобы покопаться? Хотя нет, сейчас холодно. Куплю-ка, наверное, сейчас они эти самые себе, лягушки. Какие-то они совсем не тёплые. Да, ну, в принципе, они вот... На сезон такой обувь вполне хватает. 20 долларов. И не жалко выкинуть. Полгодик относил. На больше они не выдерживают. И выбрасываешь потом. Покупаешь новые. Естественно, забыл показать. 2-3 доллара. Вот такие казаки. Конечно, не... Люксового качества, но... Приемлемо можно носить такие. На сладкое отдел для девочек. 16 долларов. Шапочки, комплекты. 4,5, да. Бесценные. Сколько здесь цена-то у них? 13 долларов. Я думаю, что... Вот это всё... А это 16. Двадцатничек. Двадцатничек. Вот. Это тоже двадцатничек, да? Столько же, да? Но этот цвет очень эффектный. Интересно, сколько вот этот курточек стоит. Очень прилично выглядит. Тоже двойная. Думаю, что около 25, может 30. Ага, вот тут ценничек есть. Так. Посмотрим. О, под 40. Ну да. Да, интересно. Смотри, вот, види, какие штанишки. Двадцатничек? 19, да. Двадцатничек, Зина. Двадцатничек, двадцатничек, да. Смотрите, удобно. Липучка. Ты можешь расширить поезд. Ты можешь, если ребенок, путник, вот так сделать. Понятно. Это как? Это дорогие курточки, 37 долларов, что ли? 38. Так, а что у нас тут есть? Да, вот тут у нас такие вот дела. Давай, давай. Идем дальше. Да, конечно. Идем, смотрим дальше, что у нас здесь происходит. Маленькие сумочки. Да, клачи для девочек. Даже маленькие, когда что такое есть? Ну да. 49 долларов. Клен, это не стоит, пожалуйста. Вот эти тоже сумочки в виде игрушечек. Да. Под девять баксов. Да. И код, да. А у нас здесь сумочка для девочек с уникором, тепленькая. Да. Стоит? 13 долларов. Нет. 10. 10, да? А что написано 13? Обман. Нет, а там они от релизных кодов. А это 10? 10, да. Джейнски по 10. Ну вот, финально. Джейнски по 13 долларов. Разных цветов. Тут в пределах 8-10 долларов. 19. 14. 10. Такой комплект. Сколько стоит, интересно? 8. 10 долларов. Мачки. ПОДПИШИСЬ! 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 ПОДПИШИСЬ!